Необычный подарок к празднику Рождества Христова преподнесла Кишиневско-Молдавская митрополия воспитанникам одной из школ-интернатов Кишинева. Накануне торжества в интернате была освящена Домовая церковь во имя святого Стеляна Пафлагонского, покровителя детей. Митрополит Кишиневский всея Молдовы Владимир совершил чин освящения престола и первую божественную литургию в новоосвященной церкви. Духовная связь между Молдавской митрополией и муниципальной Кишиневской гимназией-интернат номер 3 образовалась уже давно, а митрополия взяла на попечительство этот интернат. Митрополит Владимир Кишиневский и всея Молдовы лично посещают школу, поздравляют детей по случаю великих церковных праздников, совершают таинство крещения и миропомазания над детьми, брошенными своими родителями. Но если до сих пор детей крестили в Центральном кафедральном соборе или приводили туда в церковные праздники, отныне у детей будет церковь дома, в интернате, где они воспитываются и растут. Митрополит Кишиневский вся Молдовы совершил чин освящения престола домовой церкви во имя Стеляна Пафлагонского, покровителя детей. Нужно отметить, что изготовление престола, как и иконостаса церкви, а также благоустройство Божьего храма профинансировал лично митрополит Владимир. Это наш подарок детям к Рождеству. Мы осветили церковь во имя святого Стеляна, покровителя детей. Этот святой в своей земной жизни также остался сиротой. Мы предложили администрации интерната основать здесь церковь, и директор интерната откликнулся положительно на наше предложение. Сегодня вы видите ее благоустроенной и действующей. Также мы благословили настоятеля этой церкви преподавать в этом учебном заведении уроки религии. Протеерей Сергий Череш, который строит неподалеку от интерната еще один храм, был назначен настоятелем церкви, и вместе со своим братом-священником Зосимой Череш получили благословение преподавать детям интерната уроки религии. В этом интернате воспитывается 230 детей, 60 из них – сироты, остальные – из неблагополучных семей. К сожалению, статистики показывают, что большая часть правонарушений совершается воспитанниками детских домов и интернатов. Я думаю, что православная церковь может и должна воспитать этих детей в духе христианства и православной веры. За божественную литургию митрополит Владимир наградил директора интерната Игоря Шандлера высшей наградой митрополии – орденом за церковные заслуги. Мы начали сотрудничать с митрополией за пять лет назад. Началось первое – крещение детей. Дети были некрещенные. Уже на сегодняшний день порядка 60 детей получили крещение. Так как родителей нет, уже заменяем родителей мы. После этого возникла идея изучения православия. К нашему студию, учителям и администрации, мы не владеем тем навыком, который необходим был детям для посещения церкви. Пришел батюшка, читал детям историю религии. После этого уже вопрос стал о открытии церкви. Потихонечку, от года к году все это растет и для детей открывается не только знание наук, но и знание религии, их веры. Потому что православные – 99% учащихся интерната. Церковь работает каждый день. У нас интернат работает без выходных, без каникул, потому что живут дети-сироты. И они так же хотят, как и обыкновенные дети, прийти на праздник, просто помянуть родителей, если они умерли. Поэтому очень удобно, очень приятно, что митрополит откликнулся и на свои личные средства была построена церковь. После первой литургии, отслуженной в домовой церкви, дети порадовали всех присутствующих рождественскими песнопениями. Они прославляли родившегося в яслях вифлеемских Иисуса, Сына Божия, для которого не оказалось места в этом мире, но который принес божественный свет на землю. Радуясь этому свету, дети получили от владыки Владимира рождественские подарки. Редактор субтитров А.Семкин